Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Технических специалистов будут готовить по-другому. ВУЗ подписал соглашение о цифровизации. Травля была и будет. Министр образования Максим Костенко ответил, как пресекать школьный буллинг. Схоже с простудой, но куда смертельнее. В спеццентре предлагают бесплатно узнать свой ВИЧ-статус. Краевые депутаты соберутся на внеочередную сессию. По источникам сайта Политсибру она назначена на 12 марта. Это следующий четверг. И посвятят ее поправкам в Конституцию. Напомним, сейчас изменения в главный документ страны рассматривают в Госдуме. Затем он пройдет на рассмотрение в Совет Федерации. После на обсуждение в регионы. Как нам пояснили в краевом парламенте, пока не ясно, как именно будет проходить рассмотрение и голосование. Хотя прежде в Госдуме говорили, что все изменения в Конституцию включены в одну статью. А значит депутаты либо голосуют за весь комплекс поправок, либо вообще за него не голосуют. Окно в мир цифровых технологий открыли в Алтайском техническом университете. Соглашение о цифровизации с ВУЗом подписали пять крупных компаний России. Это должно помочь оптимизировать бизнес. Мы зашли во все инновационные проекты. Мы говорим, что мы в начале пути. Все проекты, которые мы у себя реализуем, носят только сугубо экономическую целесообразность. Что это все окупаемо. Делает наш бизнес-процесс прозрачным, оперативным, быстрым, технологичным. Проявляющим все человеческие ошибки, которые мы многие годы не замечали. По мнению предпринимателей, цифровизация позволит решать задачи производства буквально с планшета. Повлияет она и на жизнь обычных людей. Например, уже в ближайшем будущем следить за работой службы ЖКХ можно будет с помощью телефона. Соглашение о внедрении цифровых технологий заключили технический ВУЗ, компания и Министерство цифрового развития края. В его рамках планируют еще и улучшить программы обучения технических специальностей. К другим темам. Что делать родителям в случае, если над вашим ребенком издеваются в школе? Алгоритм действий разъяснил министр образования и науки региона Максим Костенко. Буллинг в российских школах уже не диковинка. Только в Каменском районе Алтайского края за последнее время зафиксировано два случая. В любом случае, мне кажется, незамедлительно. Произошло сегодня вечером. Ну с работы. Почему вечером? С работы пришли, узнали. Завтра утром вы должны отменить все свои дела. И быть у учителя. Учитель не реагирует. Идем к директору школы. Директор школы не реагирует. Тогда правоохранительные органы. Сейчас, по словам Костенко, разрабатываются инструкции, в которых прописан алгоритм действий в случае буллинга. До конца года они должны появиться во всех школах региона. Также впервые при поддержке института ЮНЕСКО в крае создано пособие, где собрали передовой опыт, в том числе иностранный, по противодействию буллингу. Кстати, впервые такое явление было зарегистрировано в 50-х годах прошлого века в Норвегии. Правда, несмотря на борьбу с насилием в школах, в этой стране, подчеркнул Костенко, проблему до сих пор решить не удалось. Поэтому, по его мнению, этот процесс будет постоянным. Но те, которые дети, которые были детьми, они сегодня просто взрослые. И у многих из них навык разрешения ненасильственного, любой конфликтной ситуации, он сохранился. И они это продуцируют уже в своей семье. Но пришли новые дети, и с ними опять нужно работать. Не тянуть стоит и в следующем вопросе. В Барнауле предлагают узнать свой ВИЧ-статус и получить профессиональную консультацию специалистов. Последние годы в крае диагностируют все меньше пациентов с вирусом иммунодефицита. Сократить его распространение может раннее лечение. Но для этого человек должен знать, болен он или нет. А здесь, как говорят врачи, многих останавливает банальный страх диагноза. Да, раненая и добровольная. Тест на ВИЧ Анастасия делась впервые в жизни. Планировала и раньше, но все не решалось и даже не задумывалась о болезни. Но страшная статистика привела девушку в спидцентр. Вообще, конечно, это волнительно. Мне кажется, любой человек так или иначе немножко переживает. Просто, наверное, страшно узнать, что это есть. И как бы, ну, так сложилось. Процедура простая, занимает меньше минуты. За результатом Настя придет завтра. ВИЧ-статус такого анализа верный почти на 100%. Врачи говорят, определить, болен ты или нет, без теста невозможно. Симптомы схожи с простудой. Поэтому одна из проблем сегодняшней России – поздняя ВИЧ-диагностика. Тем не менее, самих инфицированных за последние три года стало меньше, добавляют медики. Информация за последние десяток лет кардинально изменилась. Если раньше мы говорили о том, что эта болезнь 100% смертельная, не перспективная. И поэтому, ну, создавалось впечатление, что лучше о ней не знать, чем узнать. И вот оказаться в такой психологической яме. На сегодняшний день у нас есть инструменты эффективные и безопасные. Продлить и жизнь человека, обеспечить и качество жизни. И самое главное – сделать так. Ну, наверное, не самое главное, а один из важных. Наравне тот же компонент – сделать так, чтобы человек с ВИЧ-инфекцией перестал быть источником для окружающих. Поскольку эффективная противовирусная терапия позволяет этого добиться. Сегодня в Алтайском крае на учете около 32 тысяч ВИЧ-положительных. По заявке, каждый из них получает бесплатный антиретровирусный препарат и психологическую поддержку. Узнать свой ВИЧ-статус может любой желающий. Тесты в спеццентре проводят каждый вторник и четверг. Никита Ермаков, Николай Шилко. День с толком. Продолжаем выпуск. Весь край в минувшие выходные только и делал, что ел блины и веселился. Прощая зима, масленица пришла. На территории 133-й Барнаульской школы в микрорайоне Дружный жилищная инициатива провела яркий весенний праздник. Первый день весны – яркое солнце. Что может быть лучшей для активного отдыха? Уже по доброй традиции в Дружном микрорайоне дружно и весело провожают зиму. Состязательную часть праздничного гуляния провела спортивная инициатива. На площадке организовали сразу несколько тематических зон. Для ловких и смелых – перетягивание каната, бег в мешках и даже хоккей. Для творческих натур всевозможные мастер-классы, например, по изготовлению кукол-оберегов и концертные номера. Мы сидем в этом доме, наблюдаем из окна, потом скорее выбегаем на улицу и выигрывать призы планируем. Поедание блинов, игры, хороводы, веселые конкурсы не дали скучать ни взрослым, ни детям. У нас в квартале вообще все здорово. Мы каждый раз приходим, веселимся. Здесь много народу, столько детей. Всегда есть чем заняться. Это очень важно, потому что, когда нет вот такого места, где можно собраться, ну, все сидят по своим домам, а тут так весело. Можно и с детьми погулять, и самим где-то по вотчасть. Очень важно, я считаю. К слову, жилищная инициатива всегда заботится о комфорте своих жильцов. Активно застраивает новые кварталы «Дружный-2» и «Дружный-3». А подобные праздники здесь проводят регулярно, ведь «Дружный» – это большая семья. Татьяна Голубева, Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком. Встречали весну с комарохами, конкурсами и плясками. Чем еще удивляли гостей праздника в Октябрьском районе Барнаула? Смотрите в следующем сюжете. Гостей праздника развлекают без устали. На сцене скомарохи, танцоры и певцы. В палатках предлагают не только праздничные блины с чаем, но и беспроигрышную лотерею. Также в люди вышли сказки. Но, пожалуй, главными героями народной масленицы стали бабушки-аллейки. Бабушка-аллейка, куда мы идем? Мы идем угощать народ честной нашей самой лучшей продукции, алтайской. А это смесь для выпечки и блинчиков. Прекрасно. Самое то для масленицы. Компания «Лезерный продукт» поздравляет жителей города с праздником и дарит вкусные и полезные подарки. Целые пакеты с призами самые смелые забирали после конкурса. Взрослые веселились как дети. Переворачивали блины на огромных сковородках, мерялись силой, прыгали в мешках и на скакалке. В этих мешках вы допрыгиваете до финиша. Вытираете пот с комарохом. Запрыжки в мешке. Продолжаем играть. Муку. Итак, скажите, кто? И блинчики. Это будет длиться бесконечно. Не тонхабиться, а будет смерть. Ну, очень интересно, очень радостно, весело, позитивно. То есть праздник очень хороший. Ой, ну как масло, хлеб, макароны. Все, что мы любим, в общем, то и досталось. Спасибо вам большое. Такие же подарки достались еще десятку людей. И до того, как чучело-масленицы сожгли, все они пообещали вернуться на проводы зимы в следующем году. Еще одна яркая точка для празднования. Масленицы развернулась в парке спорта имени Алексея Смертина. И снова тысячи человек наполнили площадку с конкурсами, концертной программой и сытными угощениями. Чтобы год прошел гладко, нужно приклеить стикер с пожеланиями на подол чучело масленицы, главного символа праздника. Заветное желание сгорит и обязательно сбудется. Но пока масленицу не сожгли, можно и в конкурсах поучаствовать. И бой мешками на бревне, и перетягивание каната, и отжимание гирями. Это то, что касается интерактивных площадок. Еще много-много можно перечислять. Но на сцене традиционные состязания на силушку богатырскую, выносливость для мужчин, для женщин и, конечно же, для детей. На масленичные гуляния в парк спорта пришло больше пяти тысяч человек. С радостью выходили на сцену плести кос одной рукой, петь, танцевать и мериться силой. А в это время дети устроили свой конкурс на самого лучшего снеговика. Здесь все красочно. Люди, народ, блины. Без этого никак. Я участвовала сегодня на канате. С мужчинами тягаться было сложно. Я долезла до конца. Естественно, не выиграла, но самое главное – участие. Почему масленица? Все-таки у нас выделяется из многих праздников. Может быть, потому что это уже обычай по традиции. Потому что очень продуктивно и весело. Мне кажется, из-за этого все люди приходят, чтобы получить кучу эмоций. И чтобы это потом запомнилось. В финале неизменная традиция. Чучело масленицы сжигают, знаменуя приход весны. Парк спорта шумно и весело прощается зимой уже в третий раз. И точно не последний. Масленица – излюбленный праздник горожан. А это значит, они придут на площади в следующем году. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.